Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на штурмовую винтовку компании CIMA CM002A1 M4A1 Carbine. Давайте распакуем его. Это страйкбольная версия автоматического карабина, созданного в США на основе винтовки M16A2. Платформа AR-15, на основе которой создан M4, имеет очень большой рынок обвеса и запчастей. Комплект поставки включает в себя зарядное устройство и аккумулятор, сам привод, бункерный магазин на 400 шаров. Для установки оптических коллиматорных прицелов привод имеет респланку по всей длине верхнего ресивера. Нужно снять рукоятку переноски и получим доступ к планке Picatinny. Привод выполнен качественно, не имея люфтов. Нижний и верхний ресивер, рукоятка переноски, труба приклада, мушка, вковой крючок, скоба, твол и пламегаситель выполнены из алюминиевого сплава. Приклад, цевьё и пистолетная ручка выполнены из пластика повышенной прочности. Сам привод имеет среднюю длину и хорошо подойдёт для игр на открытых площадках. Хорошо помещается в компактных оружейных чехлах от 80 см. Вес привода 2950 грамм, а его длина со сложенным прикладом 77 см. М4.1 имеет вторую версию гирбокса. Длина стволика 370 мм. Антабка находится на самом прикладе у тыльной стороны. Также антабка присутствует у начала цевья. Отсех под аккумулятор располагается в цевье. Нужно вытянуть кольцо крепления на себя и снять нижнюю часть. Получаем доступ к отсеку для аккумулятора. Привод имеет разъём мини-томия. Рекомендуемые аккумуляторы литий-полимерный и литий-ионный. Ссылка в описании под видео. Переводчик режимов огня имеет три положения. Режим предохранителя, режим одиночного огня и режим автоматического огня. За окном гильза отвода находится регулировка камеры хоп-ап. Отводим рукоятку заряжания. Привод встаёт на затворную задержку. И крутим колёсико, регулируем степень подкрутки шара. А теперь давайте перейдём по теории практики. Средняя скорость составляет 122,7 м в секунду. Скорострельность составляет 17 шариков в секунду. Прицельная дальность составляет 40-45 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok